Друзья, всем привет! У нас в гостях Александр Максимов. Саша неделю назад принимал участие в необычных соревнованиях по фридайвингу. Это фаза чемпионшип в Дубае. И с удивлением для себя и для всех нас тоже занял второе место, опередив очень именитых спортсменов. Показал результат в задержке дыхания 8 минут 20 секунд. Невероятно это круто, короче говоря. И мы сразу же решили записать интервью с Сашей. Он отозвался. И сейчас мы ему позадаем разные вопросы интересные. Очень интересно, как Саша съездил. Саша, привет! Привет всем! Саня, привет! Слушай, еще когда ты только просто анонсировал, что ты решил поехать на фазу, я уже везде написал, что это мега вообще крутое событие в российском фридайвинге, потому что последний раз россияне туда ездили в 2015 году. В том числе там была Наталья Молчанова, ну там была целая делегация русских. Ну да, я видел тот протокол, картинку с тех соревнований видел. И там, короче, Наталья заняла третье место с результатом 7 минут 38 секунд. А первое место занял Горан Челок с результатом 8 минут 36 секунд. А в этот раз, короче говоря, ты его опередил, и теперь он оказался на третьем месте. Он, конечно, наверное, был в шоке. Но об этом чуть позже. Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас себя чувствуешь? Просто как ты себя чувствуешь сейчас? Ну не в плане физики, а вот больше, конечно, эмоционально. Какие-то ощущения меня интересуют? Ну, конечно, есть такой определенный подъем. Я сравниваю вот эти ощущения, допустим, с чемпионата мира Кореи, который был тоже, скажем, очень удачным для меня. И здесь примерно так же. Даже, наверное, еще более сильные такие впечатления и как-то больше положительных эмоций, радостей от того, что сделал это, получилось так, как получилось. И реально круто. Какое-то воодушевление. Ну, то есть, вот уже прошло там с приезда еще пару дней. Ну, скажем так, позитивный фон остается. А вот это какая-то там излишняя эйфория спотает. И я считаю, что это правильно. То есть, сейчас я уже, скажем так, начинаю думать о следующих соревнованиях, о тренировочном процессе больше. Но вот именно в тот момент, ну, и самый такой пик, это вот был, когда я стоял уже после своей попытки, оделся и наблюдал за тем, как выступают Малина и Горан. Они выступали после меня. И вот тот момент, когда там Горан вылазит 8-18, я понимаю, что я второй. У меня прям такой, знаешь, мурашки по всему телу. Было очень приятное ощущение, ну, потому что для меня это были, ну, очень желанные соревнования, очень интересные, и было себя интересно попробовать. Ну, и самое, как бы, такое, да, то, что, ну, скажем так, престиж этих соревнований, и вот статус, и их призовой фонд. То есть, там было за что бороться. Ну, да, казалось бы, где там Горан и где Саша из Среднеуральска? Наверное, да. Они все немножко призадумались, короче говоря, сейчас. Ну, в принципе, я, как бы, думаю, что уже после чемпионата мира в Корее, то есть Горан, когда мы сидели в комнате, когда сдавали допинг, он меня спросил, ты же, типа, ну, это же ты выиграл чемпионат мира там в Корее. А он думал, что я выиграл там статику. Я ему говорю, ну, да, я выиграл, только я выиграл брас, а статику я был второй. Он так удивился, говорит, кто первый? Я говорю, ну, там Флориан, а он такой, типа, хуй из Флориан? Кто такой? А там Малина рядом сидела, и Малина ему, как бы, объяснил, кто такой Флориан. Вот, мистер 10 минут. Но все равно ребята, как бы, знают, кто я, откуда, и, то есть, ну, какие мои результаты были. Я даже удивился, когда в этой же разминочной комнате там Малина подошел такой и спрашивает, а почему ты не выдержал вот этот, ну, стартовый интервал? Там, после того, как ты чипом чипнулся на старте, у тебя есть 15 минут, чтобы начать старт, он говорит, почему ты там не выдержал 15 минут, а сразу пошел делать свою попытку? А я при себя такой думаю, а ты что, за мной смотрел, что ли, тебе там надо после меня лежать, а ты стоешь и смотришь, как я там, разминочную свою делаю или не делаю. Подсматриваю. Ну, да, то есть, ну, видимо, и, как бы, и знали, и считали меня конкурентом своим все-таки. Это я так себя воспринимал, ну, и воспринимаю до сих пор, что, как бы, там они гранды, а я еще, как бы, не совсем. Вот. Поэтому удивил в какой-то степени их, ну, и сам себя тоже удивил. Да, круто, круто. Пора менять немного мировоззрение, вот. И уже, ну, не почивать на лаврах, да, но, как бы, ну, понимать, что все можно. Я тебе об этом писал накануне твоей поездки. Не переживай, все сможешь, все получится. Ну, да, у меня, как бы, был определенный скептицизм. Вообще, когда я туда собирался, ну, то есть, вот я сделал, там, тренировочную попытку у себя, там, в бассейне-тренировочном, получилось 6 минут 10 секунд. Я смотрел протоколы соревнований, ну, ориентировался на прошлый год, ну, и смотрел предыдущие, но предыдущие, вот, как мне сейчас кажется, они не особо информативные, потому что, ну, есть вопросики к ребятам, которые там лежали 11 минут, а потом, когда появился допинг-контроль, эти ребята сразу перестали лежать 11, и они не лежат даже там 9 минут. И тот же самый Горан, он в каком-то году там поставил рекорд соревнований 11.06, а сейчас два года подряд он лежит, в прошлом году что-то 8.36 он пролежал, а в этом году 8.18. Ну, я у него спросил, кстати, ты бы мог больше, если бы знал, ну, если бы у тебя был помощь, а то говорил... Две секунды, наверное. Да, вот эти две секунды. Он говорит, нет, типа, я вышел вообще, ну, то есть я не помню, как вышел. На поверхности это выглядело, ну, нормально. Он реально вышел такой, знаешь, я такой думаю, он даже не дышит. У него есть такая, видимо, привычка. Я думал, что это позерство, а это, видимо, так автопилот у него работает. Вот, и он говорит, я больше не мог. То есть это реально был предел. Ну, и он сказал, что я пересидел. То есть, ну, я не стал у него там спрашивать, что это значит, что это эмоционально он переберел, либо просто физически вот стал ждать, и какая-то, ну, вот именно физически вышел из того состояния необходимого. Но он делал последний, стартовал, позже всех начал свою попытку. Поэтому, как бы, вот не получилось у него. Но вопросы вот к тому, что и он, и тот же самый Малина делал там 10+, когда-то. И теперь он 7 минут там делает, ну, скажем так, там вот эта скандальная история про то, что попались ребята на допинге, на бета-плокаторах. И я думаю, что, ну, как бы, они все этим грешили тогда, когда это там было можно делать. Сейчас сделали допинг-контроль серьезный. Мне прям понравилось, как у них вот эта антидопинговая служба работает. Пришли там целая куча комиссаров и ждали все соревнования, пока все закончится, и потом с нами там ходили. Ну, и, как бы, все вот эти процедуры, взятия допинг-пробу тоже нормально были соблюдены. Даже на чемпионате мира в Корее так не было, как здесь было. Вот. И я, в принципе, очень рад, что я попал именно на эти соревнования, когда уже здесь такой, ну, скажем так, серьезный допинг-контроль. Потому что, ну, вот я сам себя спрашиваю, а готов ли был бы я там тоже применять какие-нибудь препараты, чтобы увеличить свою задержку дыхания, чтобы выиграть, там, большой приз. И, ну, я не готов это делать. А ехать, скажем так, туда, показывая, ну, даже тот же самый результат, который я сейчас показал, там, ну, там, 7 плюсов, 8, да, с маленьким. И бороться с людьми, которые, там, ну, обожрались чем-то и показывать результаты какие-то там прям запредельные. Вот. Ну, тоже неинтересно, и занимать, там, 7 и 8 места. Потому что я прошлые, там, протоколы прошлых лет смотрел, там, приезжали ребята, которые даже 8 минут не имели статику обычную, и лежали на фазе, там, 9 плюс. Ну, как бы, сразу вопрос, как так? И у меня тоже, когда я вот про фазу узнал, когда я думал о том, что я хочу туда поехать, я смотрел вот эти все протоколы, там, читал статьи про то, что, там, город, ну, много лежит, там, бранк, много лежит. И думаю, блин, как эти ребята так лежат? И, ну, писали. И бранк рассказывал, в принципе, про то, что они использовали, там, вот эту диету в течение трех месяцев, когда сидят, там, на 600 калорий, метаболизм замедляется, и они, ну, скажем так, в этом состоянии могут очень долго задерживать дыхание. Ну, как бы, блин, по ходу дела, они не все дело в диете. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, ну, да, ну, то есть, как бы, бранка, в принципе, ну, то есть, логика их мышления понятна. То есть, это соревнования, которые не внесены в единый календарный план соревнований, ну, никакой международной федерации. То есть, это какой-то коммерческий старт. Вообще, можно сказать, что это какие-то, типа, веселые старты ради забавы шейхов, ну, так, по сути, с очень хорошим призовым фондом. И, как бы, мотивация в том, чтобы показать высокий результат и выиграть эти соревнования очень большая. Раз это не соревнования официальные, то, ну, как бы, бета-блокаторы, они, по-моему, запрещены только в соревновательный период. И вот тот скандал, там, он именно с этим был и связан, что их обвинили в приеме бета-блокаторов. Они, как оправдание, сказали, что, ну, эти соревнования, в общем, не соревнования, и, типа, мы имели право эти, там, препараты применять, принимать. Ну, по сути дела, как бы, они правы. Вот с точки зрения, там, какой-то, там, может быть, даже юридической, да, но с точки зрения, не знаю, спортивной, я считаю, что это все равно неправильно. И вот сейчас прописали в правилах, что нельзя употреблять, ну, как бы, все, допинг запрещен на этих соревнованиях. И стало все прямо так, на свои места, и стало все весьма честно. И, как бы, я считаю, что этим соревнованиям это пойдет только на пользу, потому что очень многих людей, я думаю, эти результаты, там, по 10-11 минут пугали. И туда не ехали просто, потому что, как бы, ну, не понимали, как так можно лежать в таких условиях, и такие результаты показывают. И, ну, смысл бороться. А по факту получается, что, как бы, ну, никакие уж они могут и запредельные результаты показывать. Не такие они и страшные. Ну, да, 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 вот. Ну, и я тоже, как бы, в этом убедился, сам лично. И, ну, вот, как-то вот вся вот эта вот с большими результатами сразу ушла шумиха, и стало, ну, стало нормально. То есть, это стало похоже на классические соревнования. Ну, и на самом деле, может, и хорошо, что ты, там, не получил себя поехать в прошлом году, позапрошлом, я знаю, ты уже, там, годы, там, 2-3 планировал поехать на эти соревнования. И, наверное, и хорошо, что не поехал, а поехал вот сейчас, когда такая процедура, потому что, ну, реально, да, как бы, там, в неравных условиях бороться, это совершенно, как бы, ну, грустно, короче говоря. Ну, да. Получилось все наилучшему образом. Супер, классно. Поздравляю. Спасибо. Смотри. Выберем за это. Да, выберем за это. Ты в последние несколько лет постоянно прибавляешь в статике, да, и на наших соревнованиях, ну, как бы, на разных, с 8 минут постепенно, постепенно пришел к 9, и сейчас вот, ну, на кубке, ну, у тебя получилось 9 минут 10 секунд. И, на самом деле, даже и не только сама цифра, как бы, удивительно, а удивительно то, как ты это делал, да, ты уже перестал удивлять, что ты, там, без зажима, например, там делаешь, там, без очков, вот, уже все привыкли, но то, что ты это время делал без, по сути, коуча, никто тебе время не говорил, и вот для большинства фридайеров, которые статику делают, ну, и для меня тоже, ну, какая-то информация все равно нужна, вот. Вот, и вот, ну, такая вот абсолютно, скажем так, чистая попытка без информации извне, я просто даже не пробовал, ну, мне кажется, это сложно, вот, когда ты не знаешь, сколько времени прошло, а ты при этом можешь показывать, ну, там, офигенный результат, как, вот, ты так тренируешься или что? Ну, тренируюсь, я статику почти не тренирую, вот, а, ну, про кубок, это просто вынужденная мера была в этот раз, то есть, у меня был ранний самолет, мы договорились с организаторами, чтобы меня положили первым, вообще, обычно на соревнованиях, там, Димон Светанкин со мной стоит, так сказать, в коуче, да, но я, вот, скажем так, коучинг считаю, что переоценен, и мне, в принципе, ну, Димон стоит, он мне просто говорит иногда время, когда я его прошу, то есть, я ему показываю знак, он мне говорит время, и на этом наше взаимодействие, скажем так, закончено. Ну, единственное, что может быть, там, мы с ним договоримся, что последние две, там, или полторы минуты, он мне каждые 15-30 секунд говорит время, и все, то есть, больше никаких взаимодействий у нас с ним нет. Но, вот, именно на кубке я себя поймал на мысли, что я, в принципе, привык к тому, что Димон стоит, и то, что я могу в любое время, там, ну, получить информацию, сколько я пролежал. И это как-то меня, так, поначалу, ну, в начале попытки я от этого испытал такой внутренний дискомфорт, что, блин, как так, я сейчас буду лежать, не знаю, когда, там, у меня придет контракция первая, там, еще что-то. И, ну, так, волнительно стало, а потом уже сам себе сказал, что ты, типа, паришься, ты сегодня этого все равно не узнаешь, и ничего ты с этим сделать не сможешь. То есть, никто тебе не скажет, Димона нет, ну, то есть, все, ситуацию не изменить. Лежи и терпи, просто все, как бы, ну, работай. И с этими, ну, как бы, и в эти мысли провалился, и как-то так получилось расслабиться, и вообще настолько сильно, скажем так, ну, дистанцироваться как-то от попытки. То есть, пришел дискомфорт, были контракции, все как обычно, но я не сильно думал о том, сколько я там пролежал, сколько сейчас времени, а как это все прошло. То есть, я начал концентрироваться на своих ощущениях, на том, что, ну, на расслаблении, на работе с контракциями. Вот, единственное, что меня, как бы, вот из этого состояния вытащило, это судья, который стоял на бортике, и который начал обратный отсчет для следующего старта. То есть, между стартами у нас 10 минут, и получается, он говорит, 3 минуты до старта. То есть, и я уже там посчитал, что это 7 минут я пролежал. И с этого момента я начал ждать его следующего голосового сообщения, грубо говоря. И как бы, ну, опять же, я поймал на мысли в этот момент, что нафиг я жду, но от этого уже никуда не деться, потому что я знал, что он скажет, и я начал ждать. И это так, ну, реально помешало дальше находиться в таком расслабленном состоянии. Ну, а потом уже, когда я там услышал, что он сказал там 1 минута до старта, я понял, что я 9 пролежал. И, ну, у меня задача на эти соревнования была просто сделать 8 плюс, и все. Я такой думаю, на 9 я уже пролежал, но куда еще больше. И решил, что хватит. Ну, вот пока вот эти мысли гонял, то есть еще 10 секунд прошло. Вышел там 9-10. Вот. Задачи там ставить персонал бест, какой-то рекорд или еще что-то, ну, не было. Вот. И результат ловы я, допустим, не знал. То есть, знал бы я результат ловы, и, может быть, это у меня какой-то мотивацией было, чтобы, ну, перележать его. А так как я лежал первый, и не было задачи лежать максимум, ну, вот, отлежал так, как отлежал. В принципе, получилось неплохо. Ну, и вообще после вот этих соревнований, как бы, и вот этих вопросов про то, что вот ты там без коуча, удивление людей, как так можно, я так тоже сидел, думал, и вот пришел к мысли, что именно вот это и есть, как бы, ну, настоящие соревнования, когда ты, ну, вот, там, один на один со временем, которого ты не знаешь. Ну, то есть в таких условиях все зависит только от тебя. И, то есть, вот, если мы уже говорим о соревнованиях в чистом виде, да, а одно у нас, все-таки, не юдальный вид спорта, не командный, то, ну, вот именно в таких условиях, я считаю, и проявляется, как бы, вот эта вот соревновательность, когда каждый, ну, показывает только то, на что он сам готов, и никто ему не помогает. И я, в принципе, был бы, наверное, не против, если бы коучинг отменили вообще. Потому что, вот, показалось мне тогда, вот, первый момент, что это непривычно, но это только непривычно, но это не как-то не смертельно, ничего. То есть ты реально можешь лежать и, там, концентрироваться на своих ощущениях, и даже лучше получается. как бы, ты себя чувствуешь, ощущаешь, скажем так, ну, более глубже, более, ну, более лучшее взаимодействие у тебя, получается, со своим организмом. Мне так больше понравилось лежать, в принципе, одному даже, да. Не знаю, как бы, буду я сейчас на соревнованиях пробовать еще раз так делать или нет. Но, если опять произойдет такая ситуация, что Димона рядом не окажется, я думаю, что, как бы, ничего, ну, скажем так, критичного для меня это не станет. Слушай, ну, на самом деле, логика в твоих словах, безусловно, есть. И, да, как бы, фридайвинг достаточно молодой вид спорта. И кто-то, да, там, когда-то решил, что, вот, на статике должен быть коуч, тот, кто, там, с тобой взаимодействует. Ну, не то, чтобы должен, как бы, а может быть. Вот, и дальше это переросло в такое, в коучинг, такая, как почти профессия, что я, там, вот, коуч, там, тех, кто лежит. Но, по сути, ты все правильно говоришь, что это на глубине, да, там, или когда мы в длину ныряем под водой. Ну, никто же нам ничего не говорит. Вот, и здесь, мне кажется, да, действительно, все так и должно быть, что есть у тебя задача, да, там, пролежать какое-то время. Ну, и ты ее самый должен выполнить. А помогать тебе в этом, ну, как бы, наверное, не нужно. Ну, опять же, вот тоже такой комментарий, да, пролежать определенное время. То есть, если мы говорим вообще о фридайвинге, как о, ну, то, как, допустим, Наталья это интерпретировала, да, то есть, мы не лежим в время, а мы лежим в свои ощущениях. И то есть, неважно, какое у тебя время, важно, как ты проработал, вот, ну, свою попытку. И у меня в целом, ну, я настраиваюсь не на время определенное, а на работу. То есть, вот, я должен отработать, там, до конца, до предела, там, до определенной точки какой-то. И эта точка может, вот, сегодня быть, там, 9-10, а завтра она будет, там, 7-20. Все будет зависеть от того, в каком ты сейчас состоянии. Ну, потому что есть, там, определенные все равно факторы, которые на тебя влияют и на результат. Вот, но если я, допустим, проработал, и, ну, сегодня мой максимум это 7-20, и я знаю, что я пролежал на максимум, и я реально больше не мог, и это стало, допустим, 7-20, да, я, ну, спокойно, со спокойной совестью, там, встану, и выйду и скажу, что я сегодня сделал все, что мог, я с собой доволен. Пускай это 7-20, да, но просто, как бы, надо относиться к этому, там, Чаласовски, сказать, что, ну, сегодня не тот день, допустим, или, там, я не знаю, ну, что-то, что-то пошло не так. Конечно, чем выше твое спортивное мастерство, тем вот это вот, качели вот эти между твоим максимумом и твоим средним результатом, они становятся меньше, и, допустим, ну, у меня 9-10, это максимум, допустим, а 8-40, ну, это просто хороший результат, да. Условно, допустим, если вот сегодня меня на 8-40 ставило, ну, значит, как бы, что-то там, ну, чуть-чуть самочувствие похуже, там, может, и еще что-то такое, да. То есть, но ты додержал до максимума. И я каждый раз отталкиваюсь вот от этого, и на тренировках точно так же. А если ты идешь на соревнования с целью, я должен пролежать 9 минут, и ты лежишь потом 7-20, и такой, блин, так я должен был 9, я пролежал 7-20, и очень много вопросов возникает, а почему так? И самое главное, внутреннее расстройство от того, что ты там не сделал, поставленную задачу не выполнил. А ты не поставленную задачу не выполнил, а ты просто задачу неправильно поставил. Задачу надо ставить не время, а, допустим, вот именно работа, то, как ты это все терпишь. Ну, вот, это мой такой подход. Поэтому, как бы, со временем... Ну, такой... Это, я считаю, не очень правильный подход. Легче подходить именно через вот эту работу, какую-то там, настройку себя на работу. Ну, ты вот сказал, и, по сути, я так и знал, что ты особо статику не тренируешь, но результаты великолепные, скажем так. Ну, как бы, на уровне тех, кто только статику и тренирует, например. Почему? Ну, как бы, как так получается? Ты сам себе можешь ответить на этот вопрос? Ну, да, я, как бы, себя спрашивал, почему так. Ну, в принципе, скажем так, есть, может, определенная предрасположенность. Ну, и в целом, то есть, я это связываю с тем, что я очень долгое время занимался, ну, всю жизнь свою, да, молодость и детство занимался плаванием. И для меня вода – это такая среда, в которой я реально, как бы, могу прослабиться. И, ну, тренировки, то есть, для меня без разницы. Село-2 тренировать, либо ты тренируешь это в динамике, половые отрезки, да, либо ты лежишь там, и эти же отрезки, но в статике повторяешь. Просто в статике – это капец как скучно, а в динамике – это веселее. И я поэтому не тренирую статику, потому что, ну, так, это, как говорится, я не тренирую статику просто, я не лежу статику на тренировке, но толерантность к СО-2, толерантность к О-2, я тренирую, но, как бы, в динамике. То есть, тренировка организма все равно идет. А, допустим, ну, на соревнованиях надо полежать, потерпеть, надо расслабиться, у меня вода, она вообще, в принципе, расслабляющая действие. То есть, я вот захожу в воду, и все, я сразу хоп, и расслабился. То есть, у меня вот… Я связываю это с тем, что я долгое время занимался плаванием, и вот научился расслабляться в воде именно в процессе вот этих вот тренировок, там, 15-20 лет я плавал, и это все, как бы, не прошло даром. Ну, и плавал я длинные дистанции, полторашки, там, трешки, пятерки. Ну, то есть, потерпеть 9 минут, это, ну, по сравнению с тем, что проплыть полтора километра кролем, когда у тебя там пульс шкалит, у тебя все внутри горит, ты плывешь и терпишь. И тоже вот в этих же, ну, как бы, в этих же самых тренировках, ну, у меня было такое, что ты выходишь на какой-то свой максимум, ну, условно, да, у тебя там обороты двигателя ушли в красную зону, а вот в спорте тоже, ну, в частности, в плавании, такой момент психологический есть, то есть, что ты можешь терпеть на высоких оборотах долго. И, ну, у меня вот было такое, что я разгоняюсь, плыву вот эту полторашку, и у меня в определенный момент, вот, как говорится, там, планка падает, и я просто начинаю молотить на максимуме, без остановки. И у меня, ты терпишь, у тебя очень хреново хуже, чем, кстати, тебе это 100%. То есть, у тебя все внутри горит, ты дышишь, у тебя легкие, тут бронхи, все напряжено, мышцы, но ты работаешь на этом пределе, и вот эта, ну, тяжелая работа, как бы защитная функция, какая-то защитная функция нервной системы, ты тоже абстрагируешься от этого, как бы так в сторону отходишь от своего физического тела, да, и начинаешь со стороны себя видеть и вот заставлять работать. И тебе тяжело, но ты можешь это терпеть. И вот, ну, это все у меня было там на протяжении 10-15 лет, пока я плавал, да, то есть мы там каждую неделю, там, каждый месяц соревнования. То есть огромный-огромный спортивный опыт, огромный спортивный опыт преодоления вот этих вот физических нагрузок, а для этого реально надо, как бы, морально тоже, чтобы ты был готов эти физические нагрузки преодолевать. И оно все вот вывелось, скажем так, в то, что я сейчас имею, и в то, что я могу терпеть так долго. И это у меня не вызывает каких-то там, ну, слишком больших затрат и физических, и эмоциональных. И именно с этим я там свою психологическую устойчивость как-то связываю и выносливость, что я там на протяжении 4 дней могу концентрироваться, собираться каждый день там на максимум и выступать. Потому что тоже там многие удивляются, как ты 4 дня подряд там фигачишь такие результаты. Ну, я это все связываю со своим спортивным прошлым, потому что, ну, и мне это просто нравилось, и мне до сих пор это нравится, и я с удовольствием и сейчас продолжал этим заниматься. То есть у меня не произошло какого-то такого выгорания, как у многих, там, вот многие дети, там, к 18 годам, настолько их убивает вот этот вот, ну, спорт, и они завязывают. А я вот как-то, ну, мне нравилось себя вот так вот условно истязать, тренироваться, мучиться в организме. Поэтому... А Кирилл мне как-то говорит, что у меня талант. Вот ты часто употребляешь слово терпеть и, ну, то, что тебе это помогает. Но, по сути, вот если говорить про статику, не все, безусловно, да, как бы могут терпеть, многие выходят там до, но те, кто терпят, часто перебарщивают. А я вот не помню, чтобы ты там на статике, ну, сознание, грубо говоря, терял. Ну, да, как бы у меня в моем, скажем так, в моей фридайерской карьере один блок-аут, это вторые мои соревнования были вообще в жизни, которые он был очень давно. Ну, и хотелось бы, чтобы он остался одним-единственным блок-аутом. Но вот тогда я запомнил примерно ощущения своих, да. Ну, и скажем так, тут же все равно про то, как ты, насколько тонко ты чувствуешь свой организм и когда тебе хватит. Ну, и, в принципе, у меня получается найти вот эту точку, когда ну, надо выйти. И пока еще она меня не подводила. Вот с того раза-то. И это все, я тоже отношу это все к опыту. То есть, ну, есть люди у нас, которые как бы много занимаются, и они каждое соревнование там блокуют, получают красные и никак не могут сделать. Ну, блин. Не знаю, это надо на тренировках отрабатывать. Ну, как бы... Я тут не могу как-то, знаешь, конкретно прокомментировать, потому что это так все сугубо условно и индивидуально. Ну, у меня получается себя поймать. Может, у меня там просто какая-то там устойчивость есть определенная, что я... Автопилот хорошо работает. Даже если я выхожу в какой-то не очень хорошей кондиции, то я там не макаюсь, не отъезжаю, ничего. Ну, и как бы... Я научил, научился дышать. То есть, ты вылазишь, и самое первое, что ты должен делать, это начать дышать. И я довел это до автоматизма. То есть, я дышу вообще при любых условиях. Если я не дышу, то это все, это капец. Но такого не было. То есть, я себя... Ну, не доводил. Бывало такое, что у меня возникали какие-то спазмы. Я еле продыхивал, но я все равно продыхивал. Вот. Но это были уже такие пограничные моменты. И вот, как бы, наличие этих пограничных моментов тоже дает понять ту точку, в которую тебе надо выходить. Твое восстановительное дыхание, конечно, вообще, ну, там, суперизвестное. Да, там, вот эти, там, как у паровоза, там... Да, реально классное восстановительное дыхание. Молодец. Ну, и, как бы, это все от опыта. То есть, чем больше ты практикуешь вот таких вот выходов, ну, в конце, да, тем тебе становится... Ну, как бы, надо рефлексировать, надо понимать и запоминать. То есть, ну, когда ты раз за разом мыкаешься, ну, это то место, над которым надо работать. И люди... Я понимаю, там, что, ну, есть там Вова Амуросов, который, вроде, как бы, такой сильный спортсмен, но у него постоянно красные карточки из-за того, что он отъезжает. Санников, Костя, то же самое. Ну, может, они, как бы, хотят, там, бороться. Ну, понятно, там, все хотят бороться. Они понимают, что они близко. И вот, если чуть-чуть, чуть-чуть, и еще вот, и мы, там, в призы. Но, блин, ребята, если вы не дышите, если вы не можете сделать свой выход и протокол, то вы можете, там, хоть 180 проплыть, но выходить с красной карточкой каждый раз, это, ну, как бы, это неправильно. Лучше, там, 170, 10 раз выйти и стать 10 раз четвертым, а потом на 11 раз ты проплыешь все равно больше. Потому что это, как бы, накопительный эффект положительных попыток, он потом все равно приводит к росту. А когда у тебя накопительный эффект отрицательных попыток, это просто приводит к повторению отрицательных попыток. Вот это твоя попытка, 9 минут 10 секунд на кубке. Ты вышел, как я видел, нормальный, вот, и запас там, по сути, был. Вот, и то, что сейчас ты сказал, что просто, ну, не было, как бы, таких, ну, задач, больше делать, вот, или целей. Я надеюсь, на чемпионат-то ты поставишь себе цель? На чемпионат мира поставлю. На чемпионат мира. Ну, окей, хорошо. Ну, потому что все равно есть определенный, скажем так, тренировочный процесс. Я, если честно, вообще просто офигел от своих результатов вот здесь, в феврале, на кубке. Это, ну, незапланированные результаты. Не знаю, почему так вышло. То есть я показал все те результаты, которые я показал на чемпионате мира в Корее. Плюс-минус там несколько метров. Хотя только начало сезона, можно сказать, соревновательный. Да, это было абсолютно начало сезона. Я никаких тренировок сложных не делал. Ничего такого не делал, никак не подводился. И вот такой результат. Ну, а в Корее я прямо чувствовал, что мне просто офигенно. То есть там настолько был такой тоже эмоциональный фон хороший. И физическое состояние хорошее было. Я был там здоровым, мне ничего не болело. И очень продолжительное время. То есть когда ты не болеешь, это все равно, ну, как бы, это функциональное состояние растет. И ты чувствуешь себя здорово. И вот там именно такое состояние было. И я вот все, ну, то есть в Корее там все четыре дисциплины, четыре персонал бест. Дали рекорды и как бы все дела. То есть я тогда прям такой думаю, ну да, вот это вот как бы такая прям звенящая форма была. А здесь я, что я после Кореи там ничего не делал. Начал в бассейне тренироваться там в октябре или в ноябре. В ноябре приехал в Питер на международные соревнования. Но вот там я вообще был и без тренировок, и после болезни. И как-то что-то, что-то, что-то. Ну, в очень плохой форме я был. Но даже в очень плохой форме к третьему дню я смог настолько быстро включиться в этот процесс, что я 248 монолактины, ну, имея 253 максимум свой. Ну, то есть тоже мобилизационные возможности организма моего меня даже удивляют иногда, то есть насколько быстро происходит адаптация и включение. Ну вот я ни с чем это не могу как бы... Ну, у меня нет объяснения этому эффекту. Единственное, что я думаю, что поддерживающая нагрузка, она не дает так сильно упасть в форме, в принципе. Ну, и то, что с... скажем так, с ростом максимальных результатов в Питер на Бест, у тебя растет и средняя, твоя, скажем так, форма, это базовая. И... ну, и она подтягивается туда, то есть вот как бы идет твой пик, идет, и они вот так вот идут. То есть чем ты более совершенен становишься, тем они ближе друг к другу. И средняя базовая тоже поднимается, и ты уже в любом состоянии, грубо говоря, можешь там показывать результаты, не так сильно отличающиеся от твоих персонал-бестов. Ну, и в принципе, в физической форме я считаю так, что... ну, для меня это работает. Если я здоров, если у меня, как бы, я не болел, у меня не было каких-то вот там там температур, каши и там еще что-то, то это уже, как бы, ну, 90% моего хорошего физического функционального состояния, потому что, ну, свою функционалку я стараюсь поддерживать, скажем так, на протяжении всего сезона, ну, чтобы как-то там мышцы тонущие были и сам подвижным. То есть не бывает такого, что я там прям совсем ничего не делал, там, месяц или два. Хотя вот после чемпионата мира, ну, как бы, я особо ничего не делал, но это ничего не делало, не значит, что я там бухаю, жру, там, расширю жир, ну, прямо, знаешь, как совсем. То есть я там хожу, походы, горы, какие-нибудь там просто подвижности, соревнования, которые мне там нравятся, там еще не побегать, поиграть, волейбол, баскетбол. Ну, то есть все равно активность есть, которая у тебя, тонус мышц и, в принципе, твои, ну, поддерживающие такое функциональное состояние, физическое, хорошее. Прикольно. Слушай, а сколько тебе лет? 36. 36. Ты когда начал фридаймом заниматься? Ну, это вот 15-й год. Ну, даже не так, наверное. В конце 15-го я узнал, что у нас будут соревнования по фридаймингу в Екатеринбурге, и в 2016-м, в феврале, я принял первый раз участие в соревнованиях. Ну, то есть вот могу сказать, что вот, то есть, ну, можно сделать отсчет вот именно с тех соревнований. Получается 8 лет. Да? Да, но те соревнования как были? То есть я пришел, ну, вообще вся там такая история, да? Прямо расскажу тогда про то, как я про фридайминг узнал, и вообще, как я тут очутился. То есть вот занимался плаванием всю жизнь свою, доплыл до кандидата в мастера спорта, а дальше, ну, не получилось, там по ряду причин. Хотя у меня всегда, вот было такое желание, там, попасть в сборную Сиждовской области, там, выполнить норматив мастера спорта, поехать на чемпионат России взрослый, не знаю, там, блин, попасть в сборную России по плаванию, это вообще мечта была такая, не говоря уже там о том, что поехали на чемпионат мира или на Олимпийские игры. Ну, как бы я всего этого очень сильно хотел. Но не получилось. И, как бы, когда я уже плавал, я понимал, что, ну, есть там люди, которые реально более физически одарены, они там больше тренируются, дольше тренируются, у них там возможности для тренировок больше. И в один прекрасный момент я увидел репортаж, это был где-то 2006 или 2007 год, репортаж об чемпионате России по фридайлингу, по правилам АИДа, который проходил в Москве. И там показывали Наталью, показывали Алексея и рассказывали, какие у них результаты. И, то есть, Леха там что-то в статику выиграл, там, 7-30, по-моему, ну, и проплыл там 170 метров брасом или что-то типа такого. И я такой, про себя думаю, а мы просто после тренировки, вот, то есть, у нас были такие, ну, задания, не задания, то есть, развлекуха была. Мы после тренировки, то есть, отпахали там 5 километров, а потом, ну, купались, бесились, там, играли и ныряли. То есть, я без груза, без там, правильного какого-то дыхания, без подготовки, я в 100-метровом бассейне, в 25-метровом бассейне брасом проныривал 100 метров. Да, в 25-метровом бассейне брасом проныривал 100 метров. Еще тогда, это вот шестой, там, шестой год, мне там 18 лет. И сразу после этого, там, откупался метров 100, и потом, а давайте, там, кто дольшее дыхание задержит, ты там, опять, там, вот так вот весь напрекся, нырнул, за лестнику схватился и держишься. И тогда, я помню, вот, я сделал 4 минуты 10 секунд. И вот, как бы, зная вот эти свои примерные результаты, я слышу, там, результаты йохи, и такой, думаю, блин, они там, наверное, там, крутые спортсмены, готовятся, тренируются. А я тут просто прикалывался и, как бы, ну, в принципе, мог бы показать такие результаты и побороться. Да, я такой, думаю, блин, круто было бы поехать на такой чемпионат. Но это был, там, шестой или седьмой год. Тогда интернет, там, по карточкам. У меня даже компьютера тогда не было. Вот, какие телефоны тоже там эти со змейкой, ну, эти 3110. Ну, короче, информацию о фридайвинге черпать негде было. То в Москве, мы тут в Екатеринбурге, в Екатеринбурге фридайвинга тогда тоже не было. Ну, и как-то эта вся канитель с фридайвингом, ну, так, ушла на второй план, а потом где-то потерялась, там, в проблемах, которые были. И вот спустя 10 лет после этого я, сидя там, в сервисе автомобильном, открываю журнал, разворачиваю его, и там написано чемпионат Урала по фридайвингу. И я такой, нифига себе, анонс соревнований. Организатор Зоя головняет. И я ей звоню, говорю, Зоя, и я такой-то, такой-то хочу принять участие в соревнованиях. А Зоя тогда еще далекая спорта девушка, но очень увлеченная фридайвингом, и всей вот этой вот фридайверской красивой оберткой про познание себя, и про единение с собой, сказала мне, ну, ты приходи ко мне на тренировку, я там тебе расскажу, ну, как бы я, конечно, хотел узнать, и я пришел. И вот Зоя мне начала рассказывать там про расслабление, какую-то там деконцентрацию, что ты должен там работать с собой, и я такой, а я спортсмен там вот так вести, я думаю, что вообще происходит? И она говорит, ну, надо пройти там базовый курс, надо там подготовиться, я говорю, так, подожди, давай, короче, расскажи мне правила соревнований, и мне больше ничего не надо, я поеду, ну, пойду на соревнования. Ну, она тоже так, типа, на меня посмотрела, ну, ладно, типа, давай. Как-то, ну, я понимаю, что, то есть, Зоя, она молодец, она как бы зарабатывала эти деньги, а я такой пришел, типа, ты мне расскажи, как что делать, да? И она так, ну, скептически немножко там отнеслась, но все равно все рассказала, показала, как могла, и вот с этими, скажем так, базовыми знаниями, которые она мне тут за пару занятий рассказала, я приехал там на первые соревнования по фритейлингу. Ну, конечно, уже с интернетом было лучше, я там почитал, там, посмотрел видосики, более-менее, что-то стало понятно, ну, и, соответственно, как раньше соревнования проводили, суббота, воскресенье, три дисциплины, первый день, с утра статика, потом брас, потом второй день, там, все в моноластику, и я пришел на статику, блин, соревнования для меня, вообще-таки, первый раз, тоже необычное волнение, все, приехали там, тогда ребята, ну, Серега Стофеев, там, Толя Махов, такие уже, знаешь, опытные, матерые фридайлеры, Криша Васильевич, там, по-моему, был, да, и я такой, типа, блин. Здрасте. Без базового курса, вообще без ничего, такой, пришел, тогда еще, у меня гидрокостюма, нет, вообще ничего не было, короче, ни гидрокостюма, ничего, я гидрокостюм взял у приятеля, у триатлониста, такой, ну, плотный гидрач, на молнии, ну, и все, и лег такой, и 6.30, бах, и сделал, и все такие, ты что, кто вообще, откуда, блин, тут люди там, почти 10 лет фридаймингом занимаются, держат там по 5.30, а ты там 6.30, ну, там реально что-то от второго места, минута была, а я, как-то мне это все легко, так, знаешь, зашло, я такой, блин, да что я вообще-то, даже 6.30, типа, как будто это круто, потому что, ну, я смотрел уже тогда, там, ну, под 8 минут кто-то лежал, по-моему, даже Леха, а, у Лехи уже рекорд был, 8.34, я говорю, там, 8.34, а тут 6.30, ну, как говорится, и все, ну, брас, брас у меня тогда, что-то 84 метра, я нырнул, и в Монке 100, ну, я в Монке просто 100 нырнул, потому что это мне, как бы, давало второе место в общем зачете, Толику, Толику я тогда общий зачет проиграл, и Зоя там мне потом такая говорит, слушай, короче, тебе надо ехать на чемпионат России, я говорю, да ну, ты гонишь, какой чемпионат России, у меня почему-то тогда, такое сложилось мнение, что котируется троебория, вот этого, да, общий зачет, а отдельности, ну, по отдельности виды, как бы, не так престижны, я говорю, что я только в Статику езжу, а все остальное, как бы, не очень, нафиг мне это надо, она говорит, вот поедешь, типа в Статике там, займешь места, или даже, может, выиграешь, я такой, да ну, типа не, не хочу, я хочу, чтобы все было, как бы, ну, гармонично, то есть и динамика, и Статика, она тоже такая, ты типа, ладно, не смогла она меня уговорить, и я не поехал, и я потом тоже как-то, ну, что-то, что-то делал там, плавал как-то до конца сезона, там, до, ну, сезон, сезон у меня даже в тот год рано кончился, все, а я еще триатлоном тогда увлекался, серьезно, и я там переключился на триатлон, все лето там триатлонил, и потом, когда осень, надо было, пора возвращаться в басик, я такой думаю, ну, потренируюсь, по фридайлингу, и пришел в бассейн, и поймал себя на мысли, что я не знаю, как тренироваться, то есть не понимая, что делать, Зоя как-то, там, вот эти таблички, она мне показывала, я такой думаю, блин, что за мультика, это вообще непонятная, и вот тогда, я считаю, что это просто, ну, как-то, проведение судьбы, как говорится, да, Зоя организовала мастер-класс с Костыши на Саня, и Саня к нам приехал с мастер-классом, вот, я пришел к нему на мастер-класс, он там все рассказывал, рассказывал, и когда мы попали в бассейн, он там начал, ну, показывать упражнения, и как бы, когда он увидел меня, он сказал, что подожди пока, типа, вот все, что я говорю, это не твой уровень, давай ты мне поможешь провести мастер-класс, а мы с тобой отдельно потом поговорим, и вот мы там два дня с ним, как бы, ну, я ему там помогал по его просьбе, как, то есть он там объяснял упражнения, я там упражнения вроде показывал, все остальные повторяли, и с Аней мы потом уже отдельно побеседовали, и он сказал, что у тебя, говорит, офигенные перспективы, и, ну, как бы, мы с ним, он говорит, я тебе хочу помочь, вот ради того просто, чтобы ты, как бы, вышел на, там, на другой уровень, вот, и, ну, абсолютно бесплатно, ну, у него просто, вот, увидел потенциал, у него был интерес, и он мне помог, ну, то есть это было такое, как это консультирование, вот на мастер-классе он рассказывал, как строить тренировочный процесс, и самое главное, что я вынес из этого мастер-класса, вот, он сказал для меня абсолютно понятные вещи, которые никак не, ну, тоже это было, как бы, на тот момент, это было, там, таким противовесом к тому, что Зоя говорила, сам рассказал, если ты хочешь ебашить, надо ебашить, все, то он прям так и сказал, и для меня это было понятно, то есть я спортсмен, хочешь ты хорошо выступать, значит, надо тренироваться жестко, много там, и все вот то, что для меня понятно, он рассказал, как тренироваться, в течение сезона, мы с ним, ну, то есть я писал себе сам программу, ему показывал, он выносил какие-то коррективы, объяснял, что тут там добавить, тут убавить, вот, и сезон, мы так с ним протренировались, и в этот сезон я выиграл чемпионат России, 17-й год, 7.05 я пролежал, причем я помню, я поехал на этот чемпионат, говорю, ну, что, Саня, там я, ну, там выиграю, он такой, да нет, и что, ты, типа, ну, приедет хотя бы первый раз, первый чемпионат, ну, он тоже так, это, осторожно, скажем так, отнесся, да, без каких-то там авансов, и я помню, когда я 7.05 пролежал, я выхожу, и ему звонят, Саня, я чемпион России, он такой, блядь, чувак, я поздравляю, ну, вот, я считаю, что это прямо подарок судьбы, то, что мы тогда с ним встретились, и он мне помог, это вот прям, ему вообще респект за это огромный, и без него, ну, меня бы, наверное, сейчас такого и здесь не было. огромное спасибо за то, что она там, несмотря на какие-то там, может быть, собственные противоречия, тогда такого спортсмена, пловца смогла как-то тоже к фридайвингу подтянуть. Саша Костышин большой молодец, и он многих, да, скажем так, натренировал спортсменов, которые там сейчас выступают прекрасно. Что, поддерживаешь с ним связь? Ну, в последнее время как-то что-то не очень вот так. Ну, общались, но в последнее время ну, просто что-то как-то не получалось, не было повода, чтобы созвониться. Я не скажу, что мы там прям друзья-друзья, он просто тоже как-то пропал, изменил пространство, и чтобы с ним связаться проблематично, скажем так. Никак мы не подойдем самому Дубаю, и давай уже подойдем. Там все не так, как на обычных соревнованиях. Ты там много рассказывал, что куча там всяких нюансов. Расскажи про это все. Ну, куча нюансов. То есть, это вот мне казалось до того момента, как я там побывал. И сейчас уже, когда все это прошло, конечно, думаю, что ничего там такого сложно нет. Ну, скажем так, об отличиях от обычных классических соревнований, и то, что для меня непривычно, и я даже сейчас до конца не понял, как это делается. то есть, ты приезжаешь, заявляешься, просто отдаешь свой паспорт, тебя вносят список участников, и все. То есть, от тебя не требуют ни страховки, ни стартовал взнос, ничего. Ты просто пришел, вот я такой-то, такой-то, показал паспорт, сказали welcome, все, пожалуйста, давай. Все четыре дня соревнования и тренировки проходили с трех до семи. Ты приходишь на тренировки, тебе дают карточку, ты с этой карточкой ходишь, потом, когда хочешь пойти уже непосредственно в воду, ты подходишь к судье, а судьи там были полицейские. То есть, написано полиция Дубая. Прямо реально они в форме, все, короче. А у них даже гидрокостюмы были такие, на которых написано полиция Дубая. Все, отдаешь ему карточку и проходишь, ну, как бы зону старта. Всего три зоны было. Вот. И вот очередности какой-то регламентированной нету. То есть, кто когда захотел, то тогда я пошел на разминку. Кто во сколько приехал, кто как хочет, то так и разминается. И вот это же самое, скажем так, ну, своего рода неразбериха, она во время и квалификации, и финала. То, что для меня непонятно, осталось, и то, как это работает, я до сих пор не понял. То есть, ты приходишь уже, ну, допустим, я пришел к трем часам в квалификацию, сдал паспорт, мне выдали чип, и там в зоне разминки было электронное табло, на котором написано старт, и там вот так по строчкам все спортсмены. И я высветился там в конце и потихоньку поднимался. Это было в квалификации, а когда был финал, я приехал самый последний, то есть, я ровно в три часа приехал в бассейн, уже все были там, и Бранко, и Горон, и Малина, и Боря с Карлом. Я пришел, также отдал паспорт, мне дали чип, я смотрю, я появился в стартовом листе, а Горона с Малиной не было. И то есть, потом, когда я поднимался вверх, они появились внизу. И вот, они уже были до меня здесь, но почему-то в стартовом листе они появились после. То есть, как формируется стартов листе, я так и не понял. И, ну вот, то есть, с момента моего прихода в бассейн и того момента, когда я получил чип, до моего старта в квалификации прошло полтора часа, а в финале прошло почти два часа. Вот. И это как бы никак не описано, никак не регламентируется. Ну, и поскольку мой английский не очень хорош, я так и не смог выяснить, ну, как порядок вот этого формирования стартового листа, как они его формировали. Это вот единственный такой момент, который для меня был самый, скажем так, ну, переживательный, что ли. То есть, я переживал за то, что вдруг получится так, что я приду, а мне через 10 минут уже стартовать придется. Или, допустим, я приду, а мне придется там 3 часа сидеть, а я там не поел. Ну, все равно надо там подогнать как бы под определенное время, там покушать, там всякие там делишки сделать, при стартах. Порядка у них там нету. Порядка у них там нету. Ну, как-то да, вот в этом, ну, то есть, не то, что порядка нету, у них свой какой-то порядок, который я не понял. То есть, они там по-своему что-то делают. Вот. Ну, а отличие самих соревнований как бы классических в том, что ты должен находиться под водой, ни одна часть твоего тела не должна выступать наружу, соответственно, держаться за трос, за канат, который натянут. Время старта, то есть, вот как, ну, время, official top. Ты приходишь, у тебя есть чип, есть, ну, считыватель, ты подходишь, когда на стартовом листе подошло твое имя, оно так мигает зеленым, то есть, это тебя вызывают на старт. Там пишется, на какую дорожку ты выходишь, подходишь к этой дорожке, отмечаешься чипом, и у тебя начинается обратный отсчет. В квалификации это 10 минут, а в финале это 15 минут. И в течение вот этого вот обратного отчета ты должен приступить к своей попытке. Никто тебе ничего не говорит. Вообще, никаких голосовых команд ничего нет. Все сам. Смотришь сам, контролируешь сам. Как бы, абсолютная самостоятельность. Судьи просто стоят и наблюдают. Вот. То есть, стоишь, можешь на буртике поразминаться, можешь спуститься в воду, в воде, успеть за эти 15 минут сделать, допустим, какую-нибудь задержку дыхания. То есть, были такие ребята, которые чипом чикались, спускались в воду, делали там задержку, минуты 3-4 потом отдыхали и потом шли к шарику и там уже как бы опускались под воду. Вот. Я, скажем так, долго там не это, ну, не комитерился. Я в зоне разминки когда находился, то есть, было достаточно много времени, там, полтора-два часа, чтобы поразминаться. То есть, я там разминался сухой статикой, потому что по-другому как-то размяться не получается. Вот. Приходил, чикался, раздевался и сразу ушел на шарик. Вот. Все. Отсчет времени начинается с того момента, как последняя твоя, ну, точка твоего тела скрывается под водой. То есть, даже если ты опустил выходим на пути, а спина у тебя еще сверху, то, как бы, тебе не запускают секундомер. Все. Опустился. Ну, канат удобный, такой толстый, за него держаться приятно, и можно обматывать руку. То есть, не просто держишься, а обматывать. И это очень так, облегчает процесс удержания, скажем так. Вот. А поверхностный протокол простой, в принципе, тоже. Главная задача, ты поднялся и в течение минуты находиться над водой и не потерять сознание. То есть, ты даже можешь макаса, ну, это никак не, скажем так, тебя не дисквалифицирует. И после того, как уже прошла минута, судья тебе показывает, что, типа, можешь выходить и задать. вот, собственно говоря, это вот так проходят эти соревнования. Ну, и то, что нельзя использовать гидрокостюм, нельзя использовать ни очки, ни зажимы, ни часы, ничего нельзя использовать. То есть, ты просто в плавочках один, наедине с собой висишь там и думаешь, слушай, ну, я видел, да, фотографии твои, и ты висел в такой, ну, недалеко от поверхности воды, была, видимо, положительная там плавучесть, такая нормальная, вот. Ну, по сути, было немного похоже, как бы, положение тела на то, чтобы, как будто ты, ну, на поверхности находишься, но все равно такое, не суперудобное. А, например, ну, тоже видел какого-то спортсмена, который, там же канат на, по-моему, 5 метрах, да, находится? Ну, да, где-то метров 5 глубина вообще. И вот, по-моему, как раз Бранко, он вообще просто стоял на дне, или типа того? Ну, он не стоял, а он как-то, да, он вертикально находился, и, ну, у города тоже, в принципе, такое же положение. Они спускались ниже. Ну, я тоже вот этот момент тогда могу пояснить. Вроде как, типа, да, ты упаковался, когда спустился ниже, тебя чуть-чуть сжало, и полегче. А у меня, ну, вот, скажем так, мне вот это вот воздействие гидростатического давления вызывало дискомфорт. То есть, я пробовал на разной глубине, там, на тренировке, повисеть, и я прям, вот, через минуту, после того, как я ниже ухожу, то есть, сжатие вот это у меня вызывает ощущение пустоты в легких, а это пустота в легких, ну, то есть, вот какую-то, я не знаю, панику вызывает. то есть, то есть, я понял, что, ну, я глубоко не пойду, я вот буду висеть метр, я себя тут чувствую, как надутый шарик, ну, то есть, это было более привычное ощущение к той статике, к которой я привык, потому что, чтобы спускаться туда ниже, это надо все-таки было, ну, либо дольше привыкать к этому всему, пробовать, а у меня, ну, на это все времени нет, то я попробовал, я понял, что мне это не заходит сейчас, и решил, что я просто буду, как бы, вот в таком положении висеть. Ну, а положение получилось, я не знаю, такое смешное, то есть, даже там в финале, как-то, у меня там задница выше головы даже, по-моему, была, ну, блин, легкие ноги, как бы, и меня все равно туда, куда-то вверх выкидывало, ну, просто так получилось. И тут сразу, знаешь, столько всяких, там теорий началось и разговоров, что, о, а вот такое классное положение тела, когда ноги выше, чем там голова, супер помогают, потому что кровь из ног там к мозгу приливает, и типа, это круто, вот, с другой стороны, ну, другие говорят, вот, чем глубже там нырнуть, соответственно, концентрация до увеличивается, и типа, должно быть легче, вот, сам, что думаешь про это все? Ну, я думаю, что это все надо очень долго обкатывать, чтобы ты привык, ну, то есть, то, как тебе привычнее, то, как тебе удобнее, то, как тебе комфортнее, искать свое положение, я нашел свое положение именно вот таким, и мне, я не заморачивался про то, что там, типа, ноги выше, голове притекает, я потом уже, когда увидел со стороны, как это выглядит, я такой думаю, ну, тут как-то более горизонтально лежишь, может быть, как-то это и влияет, но сомневаюсь, что это прямо существенно, знаешь, большое, большое отличие, я все-таки думаю, что немножко там, основное, это не твое положение, что ноги выше головы, или что-то типа такого, потому что, ну, Бранко вертикально вообще там все делает, Гором тоже там, у него положение более вертикальное, ну, у меня получилось, я просто был расслаблен, максимально расслаблен, ну, и вот это выглядело именно так вот в этом месте, и мне было максимально комфортно именно со стороны легких, то есть я упаковался, так как я обычно упаковываю, все опустился на метр, все равно там чуть-чуть это чувствуется, что тебя чуть-чуть уже поджимает, вот, но это было, как бы вот, как раз нивелировало упаковку в какой-то степени, и оставило вот это ощущение наполненности, и я с этим ощущением спокойно лежал, комфортно мне было, как бы, и терпеть, и расслабляться, получалось. Холдно не было без костюма? На один раз хватает, то есть реально, когда находишься вот в толще воды, и если вода вокруг тебя не перемешивается, то спустя там, ну, минутку нагревается такой небольшой слой воды вокруг тебя, и ты, ну, тебе не холодно. Просто самое главное, что ты до этого момента должен как бы сохранить тепло своего тела, я поэтому там как тепло было ехать, а вся стартовая, ну, разминочная зона напоминала какой-то там кишлак бомжей, там все лежали в спальниках, там, шерстеренные носки, эти арабы там вообще упутались, там, в пуховики, ну, короче, такое, знаешь, со стороны смотришь, там, реально, как-то, что-то не сфоткал эту. Бакдал какой-то, ну, там, вот, ну, и я так плотно кушаю всегда перед статикой, и перед этой статикой особенно надо плотно кушать, я считаю, чтобы у тебя организм как бы мог там греться как-то. На один раз хватает, не холодно. И потом, ну, вообще, в принципе, после такого расслабления как бы ты быстро замерзлаешь, а тут еще быстрее. То есть, я, когда вылез, меня прям трясло. Я оделся, там, чай горячий попил, все, нормализовалось. Новый день, это не жило. Ну, вот ты говорил, да, про, ну, как ты на кубке лежал, ну, и там тебя вот выбил этот судья со своим временем. Здесь, получается, ну, вообще нету никакого ничего про время. Вообще нет. Ну, а как ориентироваться? Ты вот как ориентируешься? Ну, там, типа, уже пора. Есть какое-то ощущение внутреннее, или что? Ну, да, по ощущениям. То есть, у меня вот приходят такие контракции, во время которых меня начинают немножко потряхивать. То есть, и вот, когда приходят эти контракции, это говорит уже о том, что ну, где-то близко предел. То есть, это, знаешь, такие уже контракции с маленькой самбой. Но она еще самбой, это такая контролируемая, и которая, ну, то есть, это вот только во время контракции возникает. И когда в квалификации я лежал, я долежал до первой такой контракции, по-моему, первая, вторая, и я вышел. И, ну, потом, когда вот сидел там, разбирал свою попытку и думал про следующий день, ну, хотелось бы сказать, что в квалификации капец как, ну, нервное напряжение такое серьезное было, потому что для меня это были первые соревнования, новые и необычные, и непривычные за долгий-долгий период, и это вызывало как бы дополнительное нервное напряжение, потому что, допустим, кубок, чемпионат, даже чемпионат мира, уже там все понятно, ты знаешь, что и как происходит, и у тебя нету, ну, как бы, дополнительных нервов, связанных с неизвестностью. А здесь вот именно в квалификации я прям нервничал, думал, блин, приеду, а вдруг там старт эволюции формируют не так. Ну, как бы, это, волновался. Вот, и уже потом, когда после квалификации думал о финале, я думал, что завтра я буду нервничать меньше, потому что вот этих вот факторов новизны их уже не будет, и будет, ну, чисто фактор, вот, скажем так, соперничества, да, все равно, ну, волноваться буду, но не так сильно, и потерплю подольше, потому что, ну, в квалификации вышел, запас был, ну, и как бы думал, что главное, типа, в финале сделать больше, чем в квалификации, и, ну, там же как получится, вот, ну, и, собственно говоря, финал утром проснулся, и так и было, что чувствовал себя спокойнее, то есть, не было такого мандража, как перед квалификацией уже, скажем так, легче в психологическом плане все было, ну, и когда уже попытка началась, конечно, там такой тоже сумбурчик был, у меня какая-то такая паранойя началась, что у меня руки скользят по канату, по канату, я зацепился, держусь, и такой, ну, блядь, я куда-то еду, вверх, я такой, ну, сейчас сплыву, и выключат секундомер, потом вроде как бы, ну, канат проходит так, по руке и подмышкой, я так подмышкой прижал, да нет, я вроде никуда не еду, на месте стою, или уже себе такой, что-то типа паранойя, что успокойся, короче, все, лежи, схватись и держись, и все, и похер, ну, и все, и как бы от этих мыслей ушел, и продолжил висеть, и вот, когда должен, ну, мне, конечно, показалось опять, что все очень быстро, что пришли рано контракции, я такой, блин, ну, вот, к рано контракции пришли, типа, блин, рано тяжело стало, а интересно, сколько я сейчас пролежал, там, блин, я сейчас вот встану, будет шесть минут, и вот в этих мыслях, а потом опять говоришь себе, что ты типа новишь, давай, лежи, терпи, максимум, у тебя еще даже ничего там, как бы никаких признаков гипоксии нет, никаких там жестких контракций нет, у тебя просто сверло от того, что дофига, целого два, лежи, терпи, и все, и вот с такими мыслями ты как бы все это время лежишь, 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 и потом, ну, дождался вот этих контракций жестких, вот этих своих финальных, и уже такой думаю, ну, все, вот сейчас надо потерпеть, поработать с этими контракциями, постараться подольше, ну, и, наверное, вот там штук 10, я их, короче, таких перележал, ну, то есть на каждой контракции, ты отрыханул, ты расслабился, и ты такой, расслабляйся, и сканируй, ощущения, как, твое сознание, все, и вот так каждый раз, оп, оп, и уже потом, то есть у меня предел примерно, когда начинает травить воздух из носа, то есть на контракции, то есть уже перестает, мягкое небо держать, это примерно вот говорит о том, что уже где-то тут, даже, я связываю это не с тем, что даже мягкое небо перестает держать, ну, не от того, что она устала, а то, что вот это вот, ну, моторный контроль перестает работать, и как бы это уже говорит о том, что вот примерно где-то тут, вот сейчас уже может и самбо начаться, и все, то есть вот как только у меня с носом вот эта штука произошла, я такой думаю, ну все, пора наверх, вышел, ну, такой, тяжеловато дышалось, но в принципе нормально, то есть запас еще, может, секунд на 5, максимум на 10, на 10, это было бы уже там капец, а тут вышел, ну, то есть, такой нормальный, рабочий, такой протокол, подышал, ну, на автопивоте там, показал знак, сказал, а ему окей, хотя этого не надо было делать, ну, блин, тут уже это вот как, отработано все было, да, ну, реально автопилот сработал, и все, и я смотрю на судью, такой, а монитор за тобой, то есть, и я поворачиваюсь туда, и смотрю 8.20, такой, блин, капец вообще, офигеть, и там на видео видно, как я так поворачиваюсь, и ты там матерюсь, а потом говорю, круто, я вот в тот момент уже, у меня такое, знаешь, прям сразу подъем, нифига себе, 8.20, потому что, ну, одна из, скажем так, целей была у меня передержать Йоку и Наталью, вот, с их результатами, там, Леха, там, что-то 7.20, или что-то 7.30, может, Наташа, там, 7.30, вот, у меня, как бы, мотивация была, их передержать тоже. Слушай, у тебя эта мотивация, блин, работает вообще с самого начала, я помню, когда, вот, ты первый раз приехал на, чемпионат России, да, там, в Москву, в 17-м году, ну, мы с тобой встретились, никто тебя тоже не знал, ну, и ты там сказал, что, короче, все, все это фигня, короче говоря, что я здесь, сейчас, ну, там, чемпионом России стал, у меня цель быть, ну, там, круче, чем Молчанов, вот, вот, тогда я, типа, буду радоваться, вот, получается, до сих пор работает, да? Ну, да, тут, как бы, здесь была определенная планка, ну, то есть, я могу официально сказать, что я теперь, там, на фазе, из россиян, круче Молчанова, самый долгий, Лешу и Наташу, как бы, про Наталью тоже, вот, про этот же Чеджу, про чемпионат мира, да, то есть, грубо говоря, 2024, 23 год, чемпионат мира, это был юбилей, 10 лет, с момента установления Натальи Молчанова рекорда 9-0-2, то есть, и меня всегда, так, ну, удивляло, и как-то, знаешь, диссонанс какой-то возникал, то, что, ну, рекорд России абсолютный, принадлежит, там, женщине, да, и она, ну, Наталья, там, больше всех сделает, 9-0-2, и у меня, ну, как бы, тоже такая мотивация была на протяжении последних, там, ну, вот, как я Лехин рекорд побил, все, следующий был рекорд Наташи, то есть, мне, ну, охота была сделать, да, и так, знаешь, символично получилось, что спустя 10 лет, после того, как она рекорд мира поставила на, ну, рекорд мира и рекорд России поставила на чемпионате мира, я, ну, на чемпионате мира, там, обновил рекорд России, и все стало на свои места, то есть, мужчины, мужской рекорд России стал выше, чем женский рекорд России, и, ну, для меня это тоже было таким, скажем так, значимым событием, вот, в чем, не столько, даже медали, вот эта там, серебряная, а мне просто, что я перешагнул рубеж 10-9, перебил рекорд Натали, вот, тогда для меня это тоже было, как бы, более ценно, чем медаль. Прикольно. Слушай, соревнования эти проходили в Дубае, в самом глубоком бассейне мира, правильно, Дебедай, в Дубай. Да. Как тебе понравилось? Бассейн вообще крутой, прям, блин, это, ну, меня просто Дубай, вот, впечатляет своими, скажем так, ну, масштабами, что ли, вот этого, что у них там, самое, 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 самый глубокий бассейн, самое высокое здание, там, самые быстрые горки, эти, аттракционы какие-то, ну, все самое, самое, самое там сосредоточено, и, ну, реально круто, просто вот красиво, офигенно, жаль, что не удалось там особо, ну, понырять, я так поплавал по поверхности, там, поподныривал чуть-чуток, поснимал там для себя, ну, красиво, слов нету в этом вообще, ну, и, конечно, это, с точки зрения технологий, как это все построено, ну, это, космос просто. Чуть-чуть понырял все-таки, да? Ну, как там, что, на 5 метров там нырнул, чтобы поснимать там маленько, хотя бы тут, вот, я так не считаю, что это даже нырял, с камеры попал, чисто для себя, в домашнюю коллекцию, пару кадров, сделать, там, в интернете-то очень много красивых видео, но тут, как бы, сам, своими глазами посмотрел. Кстати, если захотите посмотреть, как там, классно, мы ездили, видео сняли, оно сейчас вот здесь где-нибудь появится, в уголке, можете посмотреть. Слушай, а вот, сейчас, знаешь, это вспомнил, там всегда, когда, ну, просто ныряешь, там, озвучка, короче говоря, есть. Озвучка? Да, 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 вот, включена какая-то музыка. Ее пристали на соревнования, вот, в первый тренировочный день она была, я нырнул, такой, думаю, болель, вот фигня какая. Ну, реально, то есть, если заморачиваться, она тебя может отвлекать. То есть, я как-то так обратил внимание на нее, потом попытался, немножко тоже от этого всего стремиться. Ну, в принципе, вот как для тренировки, кайфово, что на тебя действует очень много раздражающих факторов, и ты пытаешься от них как-то, это, там, отбрехаться, абсцегироваться. Вот, она была, но уже во второй день тренировочный, и на квалификацию, и на финал, отключили. Да, ну, и стало по-приятнее. Слушай, а там животное есть, там, на глубине, там, где-то, ну, метра 3-4-5, наверное, окна, да, там, этажом ниже. Там, шейхи смотрели, как вы выступаете? Или что? Ну, шейхи смотрели, да, там, просто зрители приходили, кто смотрели. Ну, так, да, оттуда, оттуда и снимали, большинство. А было, кто-то, ну, кто терял сознание? Ну, из взрослых нет, по-моему, на одной из тренировок, там, или его один отъехал, вот, но остальные, как-то так, без эксцесса. Ну, я, по крайней мере, не видел, и не слышал. Ну, а как вот обеспечивается какая-то, ну, там, безопасность, там, на воде кто-то есть вообще? Кто-то достанет тебя, если ты там отключишься? Ну, два, ну, напротив каждого шарика, то есть, с одной стороны, с другой стороны, два дайвера с баллонами, они сидят и смотрят за тобой, то есть, если отъезжаешь, ну, и сверху судей, то есть, если судья видит, что там, отъехал человек, то его выгружают, ну, там все, там тоже, скорая была, врачи, кислород, у них же там, барокамера, да, есть, у них там все на высшем уровне сделано, то есть, первую помощь, оказывание, нормально. Судья, полицейский, если потеряешь сознание, тебя в полицию, короче, заберут. Слушай, ну, что ты, собираешься снова туда ехать? Мне кажется, у тебя теперь, у тебя теперь еще одна цель появилась. Первое место. Слушай, блин, тут вот перед тем, как ехать, там, туда вообще, я с Женей, с Чувом общался, и он мне сказал, что Горан собирается ехать, и типа Горан об этих соревнованиях говорит, изи мани, типа, легкие деньги. Ну, блин, как бы, я надеюсь, что Горан у тебя они не такие легкие покажутся, это раз, да, а два, ну, все-таки, это реально большая мотивация, потому что призовой фонд высокий, и как бы, вот так вот, катаясь на эти соревнования раз в год, попадая даже в тройку, можно, ну, как бы, блин, ну, при определенных слоях можно даже не работать на работе, на обычной, да, ну, это мотивация, раз, ну, два, это просто интересно, прикольно, а три, ну, как бы, я не думаю о том, что вот я там хочу прям первое место занять, то есть, для меня это все равно соревнования такие, ну, больше как коммерческие, да, получится там выиграть, будет круто, но чтобы вот прямо, знаешь, к ним готовиться, как-то там, вот, заморачиваться за то, что буду там на первое место готовиться, я, наверное, ну, не буду, как получится, так получится, в любом случае, я уверен в том, что я покажу высокий результат, этот результат будет конкурентоспособным, там, допустим, ну, поездка моя отобьется, может, что-то получится сверху заработать, ну, получится занять там какое-нибудь место, ну, прикольно, я, потому что вот в этом году ехал, я прямо, ну, так, вот опять же, отталкиваясь от тех результатов, которые я видел, от того результата, который у меня был на тренировке, ну, я такой думал, ну, четвертое, пятое, в лучшем случае, третье, ну, блин, получилось второе, получилось вообще там выше всяких ожиданий, вот, ну, в принципе, сейчас я понимаю, что, ну, как бы это все реально, и реально сюда можно ездить, выступать на высоком уровне, ну, и тут видишь уже тут, мне Кирилл Мельников позвонил, тоже порасспрашивал, там говорит, вот, Вова, что-то тоже загорелся, тоже захотел, Димон Сметанкин хотел со мной поехать, но у него были, ну, короче, кончился паспорт, но я думаю, что Димон тоже бы там пролежал бы, допустим, минуты через шесть, но стал бы там седьмым, да, ну, как бы, я тоже уже, я тоже уже посмотрел, думаю, блин, наверное, надо в следующем году съездить, реально там, семь минут сделать можно, ну, так, по ощущениям, хотя, я не представляю, как, блин, для меня статика без зажима, это просто суперсложно, ну, да, то есть, это, вроде так, посмотришь, ну, даже мне было некомфортно, ну, как бы, насколько я, там, такой неприхотливый, да, а для многих, кстати, это такое, какое-то прям, там, медитация, когда-то, я не знаю, там, надо там в определенное время покушать, в определенное там время покакать, чтобы тебе там, не знаю, там, по голове гладили, воду на спинку, лиги, и вот, все-все-все, и если чего-то этого нет, то у людей просто там, ну, выбивает их из колеи, и они все разваливаются, и не могут ничего делать, как бы, скажем так, тонкой душевной организации спортсмены, ну, со стороны, да, вроде как бы, то есть, кажется, что ничего сложного, ну, как бы, я только за, что там больше людей участвовал, интересно, когда приезжаю, хотелось бы вообще, чтобы, ну, еще какие-нибудь сильные приехали ребята, там, те же самые, какие-либо французы, ну, сейчас, видишь, допинг вели, может, и поедут, может, тоже так не ездили, зная, что, как бы, непонятно, с чем конкурировать, да, ну, было бы прикольно, еще бы, чтобы там, еще бы конкуренция повыше была, чтобы прям-то злобористо, что было, а мне захотелось, чтобы в следующем году от России поехало, ну, как бы, побольше хороших статистов, чтобы, ну, вот эти, все там, вся эта элита, она прям реально так охренела, и прикурила, и прикурила немного. Ну, это, как бы, да, прикурила, ну, то есть, поездка связана с финансовыми затратами, то есть, это не на чемпионат России съездить, все равно, тысяч там, 120 надо потратить на билеты, на жилье, там, все, у меня вот в этом, ладно, тут вот тоже не без помощи Зои, как бы, Зоя там, кинула клич в общей группе фридайверов, чтобы, может, кто-то отзовется, кто может помочь с жильем в Дубаре, и там через, там, третий, третий руки нашлись ребята, которые согласились у себя, там, приютить, у них там однушечка такая, и диван, ну, там, кухня-коридор, в общем, ну, как бы так, такие спартанские условия, ну, нормально, в принципе, что там, поспать, отдохнуть, было нормально, и ребята такие прикольные оказались, я прям, рад, что именно так все вышло, потому что, когда едешь один, и, допустим, жив бы я один, там, начинаешь вариться в этих всех своих мыслях, ну, и, в принципе, скучно, а тут такое получилось, что там, мы с ребятами познакомился, как-то там, новые люди, тоже так, весело, интересно было, ну, и отвлекаешься от вот этой мысли о соревнованиях, меньше эмоционального напряжения, вот, Зоя, спасибо большое, этим ребятам за то, что они отозвались, спасибо большое, спонсоры мои, бантергрупп, оплатили мне билеты, им спасибо большое за это, ну, и вообще всем тем, кто болел, поддерживал, много писали, ребята прям, души, приятная такая поддержка, я, если честно, даже вот уже, после соревнований, ну, ты писал, и много там прям писали, с вопросами, я, вот, ну, как бы хотелось выдохнуть, реально, немножко отдохнуть, я там даже в течение дня, там, телефон не брал, пошел на пляж, отдохнуть, поваляться на песочке, покупаться в море, был такой момент. Кайф, кайф. Обратная сторона, скажем так, популярности, что иногда, это тоже, устаешь от этого, блин, с другой стороны, то, что все, там, помогли, кто чем смог, и поддерживали, классно было, тоже очень приятно. Супер, да. Ну, это еще, знаешь, как это, один из факторов мотивации, то есть, у меня всегда такое было, что, блин, ну, вот про то, что, да, там, Саня Максимов не сливает, это каждый раз у меня такая тема в голове, лежишь и думаешь, блин, сейчас выйти, и потом ты думаешь, да, блин, а как, как это вообще, вот потом просто на тебя, как посмотрят. Стыдно, стыдно. Слил, что за чушь панга, нет, так нельзя, короче. Ну, и вот, тоже еще из, скажем так, тех, напутствий, которые Саня Костышин оставил, он сказал, что лучше блокануться, чем слить, и я, в принципе, всегда себе перестал там, это как мантру повторяю, что лучше объехать, чем слить, потому что, если ты слил, то потом это может, будешь сливать постоянно. что ты посоветуешь нашим начинающим фридайверам? Да что посоветую, тренироваться, получать удовольствие от тренировок, это самое главное, и это залог прогресса, то есть, если вы кайфуете, то у вас все будет получаться. В чем твой кайф от фридайвинга? Ну, вот сейчас уже это, ну, просто сам процесс мне нравится, тренировок, то есть, ну, я говорю, это еще с того времени, когда я занимался спортом, да, плаванием, то есть, мучить себя условно, да, то есть, сам вот этот процесс тренировочный, от него получаешь удовольствие. Ну, а, как бы, уже непосредственно вот это от соревновательной деятельности, да, ну, мне нравится, то есть, сейчас, как у нас команда, вот эта компания, вся предаверская тусовка, которая постоянно ездит на соревнования, это такие приятные люди, мастера своего дела, с которыми и посоревноваться, ну, в кайф, и просто там пообщаться, как бы, мы живем, там, с Димоном вместе, там, с Саней Багдашкин, вот сейчас на этом чемпионате Наталья Молча, на МГ, там, с Мишаней и с Димоном втроем будем жить, и, как бы, такая, это прям, ну, компания, которая и тебя мотивирует, подбадривает, и дает, скажем так, ну, стимул для дальнейшего тренировки, ну, такая, внутренняя поддержка, то есть, она же, как бы, и борьба между нами, да, всеми, и в то же время мы, как-то, такими дружными ребята стали, никто ни с тем не воюет, какие-то там подковерные борьбы нет, все честно, открыто, и дружеские отношения у нас у всех, вот мне это прям очень нравится. Ну, или, скажем так, в последнее время стал, мне все говорят, что там, ты крутой, ты крутой, а я себя крутым не считаю, да, ну, как-то вот, может, чуть-чуть стал перестраивать, если я в голове, эту установку, и начинаешь уже перехвовать от того, что ты реально, ну, скажем так, везда мирового уровня, можно так сказать, да, хотя до сих пор я себя не считаю каким-то там сверхкрутым фридайвером, и для меня до сих пор каким-то таким, ну, идолом во фридайвинге, можно сказать, я считаю, это Горн, несмотря на все их там вот эти непонятные истории с допингом, но человек, который на протяжении такого большого времени занимается фридайвингом и показывает эти невероятные результаты, и самое главное, в Горне меня восхищает его универсальность, то, что он и статику лежит, и динамику плывет, и все у него на очень высоком уровне, ну, Леха Молчанов это просто уникум, и как бы знает, что он делает помимо фридайвинга, именно помимо спорта, сколько у него еще там дополнительных нагрузок, и при всем при этом на протяжении тоже столько, долгого времени показывает какие-то невероятные результаты, и сохранять свой статус самого глубокого человека в мире тоже много стоит, как спортсмен прям крутой он, крутой спортсмен, вот, ну, Бранко тоже крутой спортсмен, тоже вот я читал в комментариях писали, что вот он там, типа, на фазе там лежит много, а на обычных соревнованиях, где есть допинг-контроль, там не лежит, ну, может быть и было что-то такое, но вот, грубо говоря, в Кувейте он 10 минут пролежал, и там был допинг-контроль, и все было окей, то есть, я считаю, что даже несмотря на какие-то там такие же тоже там грешки, но этот человек, который, кстати, номер один, вот, и очень много всего знает, и умеет, и он, в принципе, готов делиться, то есть, он такой открытый парень, которого можно позвонить, спросить у него там, что-то, что-то, он подскажет, ну, и, что уж, как бы ни говорили, но тоже Малина, тоже крутой спортсмен, я считаю, он, по динамике молодец, вообще, ну, и ты, ну, так, я себя на одну строчку с ними не ставлю, нет, но кто-то, может быть, уже и ставит, вот, для меня пока, что это, ну, они на ступеньку выше, слушай, ну, и ты, ну, реально, как ты выразился, уникум, в какой-то степени, потому что, то, чем ты восхищаешься в другим, ты сам, по сути, как бы, такой же есть, то есть, очень универсальный спортсмен, который показывает классные результаты во всех бассейновых дисциплинах, и статика, и все динамики, вот, разницы нет, и это реально круто, и таких, ну, я не знаю, мне кажется, у нас таких больше нет, кто из статику лежит, и динамику плывет на таком уровне, кто еще? Больше нет? Никто. Больше нет? Саш, спасибо тебе большое за этот разговор, мне кажется, получилось очень интересно и полезно, и этими видео мы, вы, мотивируете и других фридайверов, и вот, из этого видео, по сути, как бы, мы поняли, что можно вот так вот, ну, там, прийти во фридайвинг, ну, и там за 5-6 лет добиться очень хороших результатов, каждый может точно чего-то добиться, и это классно, вот, так ведь? Так, я думаю, что сейчас это все еще более развито стало, школы, люди, тренера, как бы, ну, по крайней мере, до какого-то уровня, ну, и в принципе, когда общий уровень растет, то и все остальное подтягивается, поэтому сейчас, ну, тот же самый голоди Погребенко, пример того, как человек, никогда там не занимающийся спортом, особо за несколько лет, ну, вышел в топ российских фридайверов по статике, блин, респект, уважуха ему, такой мотиватор, повезелся, но я тут, да, дополнительный, да, раздражитель, мотиватор, да, что, готовимся к чемпионату России, ну, да, я сейчас, как раз, с тобой очень много побеседовали, я сейчас пойду на лыжах покатаюсь, понедельник поныряю, а в среду уже пойду, поеду в Питер на чемпионат, там буду выступать, посмотрим, какие результаты, так, самая главная задача у меня сейчас была отдохнуть морально и физически восстановиться после Дубая, ну, чувствую, что, да, пока, пока нормально, то есть, у меня было такое, что я после кубка тоже надо было отдохнуть, чтобы потом поехать в Дубай в нормальном состоянии, а я там несколько дней отдохнул, вроде как бы пришел в себя и потом уже опять устал и приехал в Дубай первые два дня вот эти тренировочные я так старался как бы и отдохнуть и вот все там моменты связанные с регламентом соревнований вести, чтобы это как-то ну, не отвлекало. Слушай, я давно хочу записать такое видео, из разных фридайверов, задаю им один и тот же вопрос и прошу ответить либо одним словом, либо максимум одним предложением. Тебе тоже задам этот вопрос. Что для тебя фридайвинг? Удовольствие? Лучше и не скажешь. Ну, сейчас это именно как-то с удовольствием занимаюсь. Хорошо. Саш, спасибо. Дальнейшего тебе прогресса и спортивных достижений. Пока. Да, спасибо, Станек. Я считаю, что то, что ты делаешь, это круто. Как бы освещаешь и так, ну, с таким глубоким пониманием самого фридайнинга подходишь и к интервью, и к каким-то там, написанию статей, текстов. Приятно читать. Ну, и, скажем так, такой голос настоящего фридайвера о фридайвинге. Ну, то, что ты делаешь, это реально круто и это ценно для развития фридайвинга у нас в стране. Это я тебе как кто-то пишешь, да, и тот, кто читает, регулярно, постоянно говорю. Спасибо большое. Это очень ценно для меня. Спасибо. Да. Ну, ладно, пойдем на тренировки. Мы тоже сейчас идем в Россию. Пора уже. Давай, давай. Хорошего дня. Пока. Пока. Я тоже.